Начнем с трагедии в Павлодарской области. Там 4 января на руднике Майка Инзолото под землю провалился автобус. Упал он в очистное пространство. В автобусе на тот момент находились трое спасателей и водитель. Они выехали на вызов, когда им сообщили о задымлении в районе шахты. Тела двух погибших нашли. Это Саркат Берликан и Олег Тышкевич. Поиски же еще двоих продолжаются. Спасательная операция все эти дни ведется круглосуточно. Специалисты вычислили, что глубина провала составляет высоту нескольких десяти этажек. Поэтому в поиске задействованы не только люди, но и тяжелая техника, дроны и георадар. Техника занимается устройством специальной трошей, чтобы иметь доступ к оплавану. Сегодня мы работали специальным оборудованием, биологатором, который привезли из города Балхаш. Предварительно определил место положения автобуса. Сейчас, как мы завершим подготовку трошей, там будет спускаться специальная техника. Ну и Аким Павлодарской области также сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге помощи. Тем временем полиция уже начала расследование по факту гибели людей на этом руднике. Ну и мы также продолжаем следить за ходом спасательной операции, за всем происходящим там. Ну и надеемся на чудо, что кто-то еще выжил. Ну и в очередной раз нужно зафиксировать, что с безопасностью практически на всех казахстанских предприятиях, особенно, конечно, на вот таких добывающих разных горнорудных предприятиях, металлургических заводах, ситуация везде с безопасностью отвратительная. И, кстати, у нас на нашем канале есть материал с Досомом Садпаевым, который он записывал с известным социологом Ерболом Исмаиловым. И вот как раз-таки там была одна из причин, почему так часто возникают трудовые конфликты на предприятиях и в коллективах. И вот одна из причин, что работодатель не может обеспечить безопасность на рабочем месте. Экономит на этом из-за денег несоблюдение, тотальное несоблюдение техники безопасности. Ну то, что и было у Миттала. Да, этот материал есть на нашем канале, и я думаю, стоит его посмотреть. И вернемся к Майка Инзолоту. Еще хотелось бы отметить, что это одно из ведущих казахстанских предприятий по добыче и переработке золотосодержащих руд. Основано оно было еще в 1932 году. А владеет предприятием, по данным СМИ, не казахстанская, а зарубежная компания, зарегистрированная на Кипре. Да, ну или может быть какой-нибудь, да, Алтын, казахстанский олигарх владеет этим предприятием, просто через офшор, который зарегистрирован на Кипре. Такое тоже случилось. Часто бывает. Часто бывает в нашей прекрасной стране. Ну и к другим чрезвычайным происшествиям, которых, к несчастью, произошло в Казахстане вот в эти постновогодние дни, в первые дни Нового года сразу несколько. В Щучинске, в городке, расположенном неподалеку от туристического Борового, горел двухэтажный четырехквартирный дом. Строение было полностью деревянным, и огонь распространился очень быстро. Пожар удалось ликвидировать, но, к сожалению, погибли двое человек. А в селе Минки-Сер Северо-Казахстанской области пострадали сразу пять человек. Их с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу. Все дело в том, что в частном доме, где и проживала семья, взорвался пятилитровый газовый баллон, в результате чего частично обрушилась крыша дома и стены. Обошлось без дальнейшего возгорания. Да, ну, тем временем на западе страны, в Уральске, в областном центре, так называемый хлопок газа случился в двухэтажном здании кафе. Многие, наверное, это видео видели в телеграм-каналах. В результате взрыва произошло не только обрушение, но и пожар. Погибли трое человек, еще пятеро пострадавших находятся в больнице, четверо из них с ожогами в реанимации. Местные жители утверждают, что кафе хоть и пользовалось там большой популярностью, но там якобы, по словам посетителей, не соблюдали элементарных правил пожарной безопасности. Ну, в прокуратуре Западно-Казахстанской области сообщили, что уже начали расследование и уже задержан подозреваемый. Естественно, это вот владелец кафе, арендатор кафе. Все остальные детали пока не раскрывают. Ну, тайна следствия. Но самый главный вопрос, как все эти кафе, рестораны, хостелы проходят противопожарной инспекции? Ответ тривиальный, но, наверное, владельцы дают взятки чиновникам, инспекторам. А уже потом, после трагедии, выясняется, что были многочисленные нарушения. В связи с этим можно вспомнить вот эту трагедию, которая произошла накануне Нового года в Алматы. Тогда, вот напомню, в здании, которое незаконно потом выяснилось, использовали как хостел, в огне погибли 13 человек. Понятно, что ответственность будет нести хозяин этого бизнеса, который устроил нелегальный такой фактически хостел. Но вот интересно, наказали ли хоть одного чиновника из МЧС, этого проверяющего, или чиновника Акимата, который, по идее, должен был все это контролировать, наверняка те, кто знал о существовании этого хостела, наверняка туда приходили и какую-то мзду определенную получили за то, что закрыли глаза. А все. Ну, таких расследований, о таких расследованиях мы пока еще не слышали. Да, да. Ну, у нас там дальше про пожары и МЧС, да, и какие-то новости есть еще. Накануне в Министерстве по чрезвычайным ситуациям отчитались о горячих выходных. Там сообщили, что только за сутки в Казахстане произошло 73 пожара. Как-то невесело в нашей стране закончились праздничные выходные. Ну, или начался Новый год. Да, ну и к другим новостям, не менее актуальным, можно сказать, новость, гвоздевая сегодняшнего выпуска. Топовая новость. Прокуратура выявила хищение бюджетных средств в Казахском национальном аграрном исследовательском университете. Кто не знает, это СХИ, сельскохозяйственный институт, широко известный среди населения. Ущерб в надзорном органе оценили почти в 44 миллиона тенге. Ну и, казалось бы, цифра такая не очень большая. Что такое 44 миллиона? 100 тысяч долларов, там, Land Cruiser 300 примерно, да? И, казалось бы, ничего тут такого сенсационного нету. Новость проходная, очередная коррупционная история. Но здесь есть интересная деталь. Можно сказать, по нынешним временам практически такая сенсационная новость Перчинка. Ректором университета, многие об этом знают, с 2001 по август 2022 года, то есть больше 20 лет, трудился Тлектес Есполов. У него огромный послушной список, множество научных регалий. И, самое главное, многие СМИ упорно приписывали ему родство, говорили, что он отец той самой Осель Исабаевой, то есть младшей жены Нурсултана Назарбаева, который он недавно, буквально накануне Нового года, официально признал в своей книге, Алтаншаш, как книга называется? Моя жизнь. Моя жизнь, да, в своих знаменитых мемуарах. Да, вот по некоторым данным, отец Осель Исабаевой, то есть Токал Назарбаева, тот самый Тлектес Есполов, который 20 лет был ректором этого сельскохозяйственного университета, а теперь выясняется, что там какие-то хищения были. Да. Вот вернемся как раз-таки к ним, хищениям. В университете тоже сделали свое заявление в ответ на сообщение прокуратуры. Там признали, что преступления были совершены в 2020 году. То есть, получается, в бытность Лектеса Исполова ректора. К сожалению, выйти с нами в прямой эфир никто из учебного заведения не смог, но мы записали небольшое интервью с первым зампредседателем правления ректора Аграрного университета. Перемкулом Ибрагимовым. Давайте послушаем его. Данные факты хищения бюджетных средств в рамках осуществления государственных закупок в университете, она совершена была в 2020 году. Ну, заключены договора без закупок с несколькими компаниями по закупу семян, там кукурузы, семена пшеницы, там для него химикаты есть, это селитры, амофосы. По высшим указанным договорам якобы установлены факты фиктивного составления акта подтверждения посева семян и обработка этих земель. Ну, по нашим сведениям прокуратура города Алматы, которые проверяли, они, значит, в ходе, наверное, своего расследования этого процесса, значит, наняли, видать, аудиторскую компанию, и аудиторская компания выявила, посчитали и сказали, что якобы есть здесь факты хищения, доказательного базы нету, поэтому то, что говорили 43 с чем-то миллионов касательно вот этого госзакупка по закупу семян, с селитрой, амофосов, других, ну, примерно вот так они, она так и получилась, наверное. То, что вместе тем университет, кроме этого, имеет ряд своих нежилых коммерческих помещений, это может магазин быть, магазины есть, столовые, другие, которые сдают в аренду индивидуальным предпринимателям с целью получения дохода. В период с 2012 по 2022 годы компания, индивидуальный предприниматель, по-моему, Дана, или как там, последовательно, который арендовала коммерческие помещения, по-моему, магазин это, они должны были ежемесячно за аренду платить, но эти деньги, ну, по расследованию прокуратуры, какие-то, наверное, у них есть доказательные базы, она передавалась, вот это ИПД, она передавала работнику нашего университета, бывшего работника университета, наличными деньгами и мобильными переводами. Ну, это Каспий, может быть, я не знаю, сейчас много же их. И, однако, на расчетный счет университета она не вносилась. У нас есть же отдел госзакупок, есть ответственные лица. Скорее всего, эти лица, наверное, раз они такое громкое выявили факты хищения, значит, эти факты прокуратуре известно, наверное. Сотрудник, это может быть водителем быть, я не знаю, может быть, да, сотрудник. При связи с Пишем, раз сотрудник, значит, он может быть водителем быть, он может быть простым, простым там работником структуры университета. Мы говорим о бывшем, да. Проверка шла очень долго, и по факту там не только прокуратура, они подключали и налоговые органы, и другие структуры, аудит там, все они были. То есть вы лично конкретно не знаете, кто это человек? Да, мы сами действительно не знаем, кто это, потому что они нам это не говорят, кто это, как это. Кликтец Искулов, он 20 лет работал ректором предыдущего, да? Причина, официальная причина его ухода? Кликтец Исабаевич, он, собственно, по собственному желанию в 22-м году, по-моему, в августе месяце, он написал заявление, и... А проверки начались когда, в 22-м? Проверки начались в 22-м. Проверки были в тот момент, когда аудит был, министерский аудит был. До его ухода или после? До его ухода был. Ну, она где-то закончилась, по-моему, в сентябре. Выявлял министерский аудит, министерство сельскохозяйства. Они с июня месяца, 2-3 месяца, по-моему, аудирование было. Получается, он во время аудита, во время проверок ушел, да? Да, вот тот момент, по-моему, ушел, да. Это был Примкул Ибрагимов, проректор Национального аграрного университета. Он прокомментировал вот эту громкую новость о том, что были хищения. Да, ну что тут нужно сейчас сказать? То, что в аграрном университете, как в любом, наверное, национальном университете, есть огромная материально-техническая база, всяческие там служебные помещения, которые можно сдавать в аренду, и потом деньги класть в карман. Потом, в силу того, что это аграрный университет, то там и лабораторные работы проводятся соответствующим образом, там засеваются целые поля, идет большой закуп, наверное, каких-то семян, удобрений. Ну, в общем, своровать было где? Да, и тут еще один такой интересный момент, да, Алтеншаш, это то, что речь идет о только 20-м годе. Но мы, как сегодня уже озвучили, Тлектес Ясполов руководил не один год этим университетом, а 21 год, не один год, а 21 год. Да, ну, будем ждать дальнейших результатов расследования. Давайте сейчас вернемся к личности Тлектеса Ясполова. Вот тестя Нурсултана Абишевича или вероятного тестя, или, как Алтен называется, отец Токал. Такого официального названия нет. Если вы знаете, как называется отец Токал, если есть такое название, напишите, пожалуйста, в комментариях. В общем, вот этот предполагаемый отец Асель Исабаевой свою карьеру начал еще в 70-х годах. Ассистентом, а затем и секретарем комсомола вот этого самого казахского сельскохозяйственного института СХИ. В конце 90-х он был уже депутатом алматинского маслихата, но большой политической карьеры не сделал. Все внимание уделял науке. Мы сегодня внимательно весь день изучали его биографию. Где-то указано, что у него есть дочь Асель, а где-то в числе его детей Асель не числится. С чем связана такая секретность, непонятно. Ну или наоборот, все понятно. Не секрет, что до недавнего времени, до камин-аута Нурсултана Абишевича, все, что связано с Асель Исабаевой, приравнивалась фактически к государственной тайне и охранялась службой охраны президента. Есть еще какие-то версии, что озвучивали, что на самом деле не дочь она ему. Такая версия тоже есть. В СМИ она тоже публиковалась. Что ей придумали просто красивую биографию. Красивую биографию. Ну, кстати, еще писали, ну это снова слухи, что Асель, возможно, была, есть, то есть, вне брачной дочери, у Тлекте Саисполова. Ну это, подчеркну, слухи. Как бы точно мы утверждать ничего сейчас не можем. Или пока не можем. Да. Ну мы с радостью можем вывести в эфир самого Тлекте Саисполова или каких-то, может быть, его представителей и задать вопросы и про хищение в аграрном университете, и про вот это родство или неродство. Да. Ну, пишите все, что вы думаете об этой всей истории, о том, связано ли одно с другим, воровство в сельскохозяйственном институте, университете с каким-то там родством. Все, что думаете, можете писать в комментариях. Ну мы двигаемся дальше. Да, следующая новость у нас из Жамбылской области. Кстати, откуда и родом Тлекте Саисполов. В населенном пункте Отар произошла массовая драка, в которой участвовали военные и сельчане. Об инциденте стало известно благодаря тому, что он попал на видео, которое было опубликовано на одном из телеграм-каналов. В министерстве обороны этот инцидент подтвердили и даже прокомментировали. В ведомстве сообщили, что полицейские Жамбылской области завели уголовное дело по факту хулиганства совершенного группа лиц, в результате которого двое граждан получили телесные повреждения. Выяснилось, что в драке действительно участвовали военные контрактники гвардейского гарнизона. Задержано уже шесть человек, в том числе двое военных. Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания. Да, ну не знаю, как сейчас, но 20 лет назад у Отара была дурная слава. Ждем комментариев от Министерства обороны, а мы двигаемся дальше. Как тебе такое, Илон Маск? Вот такая мемная фраза, которую любят в интернете. В мировых СМИ сейчас обсуждают другой скандал. Топ-менеджмент компаний Тесла и Спейс Икса. Это компания Маска, которая занимается запуском ракет на околоземную орбиту. Так вот, менеджеры, соратники Маска обеспокоены тем, что их генеральный директор Илон Маск употребляет наркотики. Об этом сейчас пишут все, но первым об этом сообщило не просто издание, а очень авторитетное издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, которые знакомы с бизнесменом. Издание пишет, что употребление запрещенных веществ может поставить под угрозу контракты SpaceX с государством на миллиарды долларов. Сам же Илон Маск все это уже опроверг. Он утверждает, что уже в течение трех лет чистый. В его анализах якобы не обнаружено не то, что следов наркотиков, но и даже алкоголя. В общем, вот такие проблемы у одного из самых богатейших людей мира. Ну, стоит напомнить, что Маск постоянный обитатель списка Forbes. Да? Да, он постоянно то на первом, то на втором месте богатейших людей мира. А богатейшими же казахстанцами по обновленной версии журнала Forbes стали дочь Назарбаева Динара и ее супруг Тимур Кулебаев. У семейной Читы по 4,6 миллиардов долларов на каждого, что в сумме составляет более 9 миллиардов зеленых. Основной доход Кулебаевых приходится на банковский сектор и нефтебизнес. Уступил Кулебаевым и опустился на второе место самых обеспеченных казахстанцев Владимир Ким. Да, я еще хочу проанонсировать ближе к концу. У нас будет новость про Руслану Коршунову, да? Вот эту вот казахстанскую модель, супермодель, которая была очень популярна в США. Обязательно дождитесь. Появились новые какие-то подробности в деле о ее загадочной смерти. Ну и еще одна новость, которая тоже немножко пересекается. Российский миллиардер Олег Дерипаско купил новый бизнес-джет за 36 миллионов долларов. И тут самое интересное, это как раз самая интересная это не стоимость покупки, а то, как эту сделку провернули. Дерипаско с 2018 года, напомню, находится под санкциями США. А с началом войны в Украине российский олигарх попал и под санкции Евросоюза и Англии, Великобритании. И вот телеграм-канал Верско сообщает, что новый Falcon 7X на 14 пассажиров Дерипаско приобрел через казахстанскую авиакомпанию Иртыш Эйр в обход, естественно, санкций. И этот самолет ввезли в Россию в феврале 2023 года. Якобы договор купли-продажи был оформлен на некую компанию Арсенал, зарегистрированную в Москве на приближенных к Дерипаске. Но самое главное, журналисты издания Верско выяснили, что некоторые рейсы этого бизнес-джета, частного самолета, совпадают с передвижениями российского миллиардера Дерипаски в 2023 году. В Министерстве транспорта Казахстана поспешили заявить, что казахстанская компания совершенно не причастна к обходу санкций. Как доказательство, чиновники приводят то, что обсуждаемый Falcon 7X никогда в казахстанском госреестре не числился. А сама авиакомпания Иртыш Эйр уже лет 10 как не летает и не имеет действующего сертификата на эксплуатацию гражданских судов. И тем не менее, наши коллеги, журналисты онлайн-изданий «Власть» выяснили, что налоги казахстанской компании выросли в 2023 году в 15 раз в сравнении с 2022. А это значит, что выросли и доходы компании. Если в сделке Иртыш Эйр участие не принимала, то каким образом, не осуществляя полетов, так прилично подзаработала? Так прилично подзаработала в Павлодаре. Вроде бы у них там порт приписки, это аэропорт Павлодара. Правильно как, Falcon или Falcon? Вот это вопрос. Да, ну вот это вопрос к Дерипаске. Дерипаска, пожалуйста, напишите у нас в комментариях. Да, будем следить за развитием событий. Но тут самое главное, что стоит напомнить, что разные казахстанские компании и вообще нашу страну уже не раз обвиняли в том, что мы помогаем России обходить санкции. Но мы как? Разные казахстанские компании. Вот. Ну и ничего хорошего в этом, конечно, нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!